Ну что ж, мы продолжаем. Да, сейчас к нам Даниил Кен присоединяется, председатель Альянса Учителей. Даниил, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Даниил, не в первый раз встречаемся в эфире, продолжаем обсуждать вот те самые разговоры о главном, да, не ошибаюсь, так они называются, эти уроки пропаганды в российских школах. О важном, да. Да, о важном, точно. Как развиваются события, как учителя реагируют, есть ли новые данные, новые вводные таланты? Перед этим хотелось бы заметить, что вот накануне буквально Даниила признали инагентом, да, Минюст России, это правда? Да, и вы первая о СМИ, тем более украинская, с кем я разговариваю в статусе человека, который в России признан инагентом, осуществляющим политическую деятельность за деньги и в интересах Украины. Чтобы вы даже не сомневались, честь для нас общаться с вами. Да, да, да. Мне кажется, что с нашей стороны даже вас с этим можно поздравить, потому что вы остались человеком в этой ситуации, в первую очередь, за что сейчас, так сказать, и получаете эти все плашки. Инагент, что для вас, давай начнем с этого, что для вас сейчас это означает именно в России, ну, если вы в России, конечно, что для вас сейчас это означает? Я сейчас не в России, к сожалению. Было бы невозможно заниматься деятельностью профсоюза и высказываться, и работать, то, чем я занимаюсь, находясь в России. Это вот этот статус инагентства, это большая проблема для тех, кто находится в России, потому что требуется регулярно сдавать отчеты в Министерство юстиции о доходах, расходах, включая там покупку мороженого детям и так далее. И есть административная, и со временем уголовная ответственность для тех, кто нарушает и уклоняется от выполнения этих обязательств. Вы должны ставить эту плашку, и каждый свой пост, и каждую фотографию котенка сопровождать подписью, что ты иностранный агент. Я не сильно даже вникал в то, что Россия меня сейчас обязывает делать, потому что я нахожусь за границей. Естественно, всей этой ерундой я заниматься не буду, и то, что я делаю, говорю, я руководствуюсь какими-то общими гуманистическими соображениями и интересами своей страны. И то, что Россия ведет захватническую агрессивную войну, преступления и по отношению к вам, безусловно, в первую очередь, но и по отношению к России. И это позиция, которая, мне кажется, просто естественной, и мне все равно, как российское государство будет меня за это называть. Заняли активную гражданскую позицию, и остаетесь при своем мнении, это очень важно. Думаю, что это сегодня редкость. К огромному сожалению, говорю это в Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, Даниил, как изменилась ситуация? Пропагандисты в российских школах уже давно были, вели эти уроки пропаганды, а теперь еще и всеобщую мобилизацию объявили. Называют ее, конечно, частично, и де-факто частично она не является. Как это повлияло на те самые уроки разговоров о главном? Ну, с момента, как была объявлена мобилизация, еще ни одного урока не было, но российские уроки пропаганды в школах, они происходят не только по расписанию, к сожалению, даже за пределами вот этой государственной программы разговоров о важном, всегда находятся люди, которые оголтело поддерживают войну. Их не так много, это может быть несколько процентов в российском обществе, несколько процентов учителей, таких оголтелых сторонников войны, которые несут пропаганду при каждом удобном случае. Неважно, будь это официальный пропагандистский урок или будь это просто математика, история или что угодно. Но, к сожалению, вот эти несколько процентов людей, конечно, делают огромное зло для детей и очень сильно влияют на информационный фон, потому что противники войны, они подвергаются репрессиям, им высказываться очень опасно, они вынуждены сильно осторожничать. Люди, которые оголтело войну поддерживают, они получают поощрение со стороны государства, как минимум такое моральное, моральную поддержку, но часто это помогает им и в карьерах и так далее, на текущий момент в короткой перспективе. Поэтому, естественно, вот те люди, которые, когда произошло вот это обострение, происходит обострение войны, и понятно, что мощнейшее внутриполитическое событие, это мобилизация внутри России, которая напрямую затрагивает много миллионов человек, понятно, что и пропагандисты, будь то платные пропагандисты, либо идейные сторонники власти, они, конечно, тоже почувствовали какой-то новый приток сил, в том числе в школах, унести всякую ахинею, вплоть до того, что у нас были письма, где нам писали, рассказывали истории, когда учитель в классе, во втором классе говорил о том, что если вашему папе пришла повестка, расстраиваться не нужно, папа пойдет бороться с фашистами, папа будет героем. И понятно, что это просто такое уже кристаллизированное зло, то, что делают такие люди. А как родители реагируют на вот такие истории в основном? Я думаю, что пропаганда в образовании, конкретно в школах, это вот до мобилизации на протяжении месяца было важнейшим внутрополитическим событием и вызвало наибольший резонанс в обществе. Огромное количество людей, которые не поддерживают войну, вынуждено осторожничают и сидят тихо, и мы не видим каких-то больших протестов. Тем не менее, они старались как-то в своем мире какую-то информационную гигиену и свой круг общения как-то ограничивать нормальными людьми, которые не топят за войну. И когда они столкнулись с тем, что насильно государство, тем более их детям, собирается эту войну оправдывать и рассказывать про исключительность русской нации, про величие и мудрость Путина и так далее, люди отреагировали остро. И было очень много запросов, и пишут заявления об отказе от этих уроков, и где-то школы идут навстречу, где-то нет, но очень много людей принципиально сейчас внутри школ с этим борются, и сами учителя часто саботируют содержание методичек. Это такая важнейшая история сейчас в России. Зашел на вашу страничку, Альянс Учителей, страничку в Фейсбуке. Тут очень много интереснейших сообщений. Насколько я понимаю, все не ограничивается исключительно уроками пропаганды. Детей, будь то школьники или даже студенты, иногда просто силой выводят на акции различного рода. Вот в Ростове-на-Дону в школе отменяют уроки, детей и весь коллектив ведут на митинг в поддержку политики Путина. Дальше смотрю, чита школьников от 16 лет и студентов собирают на митинг за аннексию так называемых ЛНР-ДНР, за поддержку войны молодым людям обещают благодарственные письма. Потрясающе. Ну да, вот учителя из Бурятии развозили повестки жителям, вот буквально школам списки, да, отправляют, и учителя исполняют миссию военкоматов. Насколько массовый характер носят подобные ситуации, подобные случаи? Митинги в поддержку референдумов и в поддержку мобилизации, в поддержку армии, в поддержку Путина вчера происходили, наверное, во всех регионах. Мы получали, вот вы привели пару примеров, то, что мы опубликовали, мы получали такие письма из десятков регионов, включая самый большой митинг, который был на Манежной площади в Москве, куда свозили в том числе на автобусах из регионов, и нам тоже писали о том, что в чатах писали, что вот вы еду берете с собой, но автобус в Москву бесплатный. У меня был такой флешбэк, потому что я заканчивал школу в 2005 году, по-моему, в 2004-м тоже нас из школы еще приглашали на такие первые провластные митинги. Движение «Наши» тоже в Москву, на Васильевский спуск, из Петербурга школьников возили. Ну, я как-то в 2004 году уже понимал, почему не надо в этом участвовать, но подкупали бесплатным автобусом. Вот сейчас, спустя почти 20 лет, все то же самое, только уже не в поддержку просто Путина, а в поддержку войны. Что касается участия учителей вот в этих мобилизационных мероприятиях, да, это относительно массово, но пока лишь в национальных республиках. Бурятия, Башкирия, Калмыкия, те республики, которые самые там нищие, бесправные, откуда уже больше всего на войну уехало и больше всего погибло, где большая доля населения живет в селах, и там часто из сел, из нескольких сот человек могут практически всех молодых мужчин забрать, не просто вручить повестку, а вот сразу приехать на автобусе их из этой деревни вывезти, в какой-то учебный центр, чтобы они через две недели были уже на вашей территории. Это массово в национальных республиках, но судя по тенденции, потому насколько ускоряются события, такие же практики могут перекинуться уже и в западные регионы России, и в большие города, ну буквально это может быть счет на часы или на дни. Даниил, скажите, пожалуйста, а учителя под мобилизационные акции попадают? Ну то есть их мобилизуют? Ну вот конкретно к нам пока с этим не обращались, к нам обращались люди, которые пишут, например, такого рода письмо было, что у меня очень хорошее отношение с директором, я очень не хочу идти на войну, есть ли у директора возможность как-то меня как ценного сотрудника забронировать, чтобы военкомат меня не мог мобилизовать? Или пишут о том, что у меня есть, я кандидат наук, работаю в школе, людей с учеными степенями в школах мало, может быть, вот поэтому меня не призовут. То есть пока, мне кажется, в целом люди недостаточно оценили масштаб той мобилизации, который будет, недостаточно оценили то, насколько агрессивной она будет и насколько государство будет плевать на все ученые степени, на плоскостопие и на все те вещи, которые в мирное время помогали не служить. И уже тоже очень много примеров, когда людей в том числе с тяжелыми заболеваниями и кого-то старше 60 лет, ну то есть мобилизуют просто вот особенно в регионах, выхватывают абсолютно, ну наплевав на все даже российские законы, поэтому я думаю, что у учителей, конечно, тоже это все затронет. Скажите, а были ли случаи, что студентов мобилизировали? Первые такие сообщения были из Башкирии, по-моему, как раз. И как раз они касались вот такого беспредельного случая, когда приехали на автобусе и забирали студентов непосредственно с занятий. Студенты тоже в зоне большого риска. Если у нас есть какая-то часть аудитории вашего канала из России, может быть, на Ютубе смотрят, но очень важно, чтобы все понимали, все молодые мужчины в России, вот буквально от 18 и до пенсионного возраста, в зоне риска просто все. Если, ну вот кто-то, если уже без ног, то, скорее всего, не призовут. Но вот кто с плохим зрением, кто студент, кто во второй очереди на мобилизацию, кто не служил и ограниченно годен, вот все эти вещи можно забыть, и кто как может, понятно, можно понять тех, кто просто уезжает, кто-то прячется внутри России, кто-то там отдельные смельчаки, молодцы, поджигают военкоматы, какие-то акции прямого действия делают, сопротивляются. Но в зоне риска все, и вот про все эти категории, какие-то там основания и прочее, всем нужно просто забыть. Понятно, спасибо большое, Даниил Кен, глава Альянса Учителей, был с нами на прямой связи.